Квартиры были выделены очередникам по линии Сбербанка в микрорайоне Нур-Актобе. Подать заявление на квартиры могут все те, кто состоит в основной очереди на получение жилья из госфонда. По словам работников сектора ЖКХ, в перечне документов, предоставляемых заявителям, обновить нужно только адресную справку. В остальном требуются те же документы, которые очередники на госжилье сдавали ранее. Главная проблема – подтвердить платежеспособность в жилстрой Сбербанке. Не все очередники из социально уязвимых слоев населения имеют стабильный доход. Несмотря на то, что наши граждане относятся, многие из них относятся к социально уязвимым слоям населения, платежеспособность будет проверяться по внутренним правилам банка. Те граждане, которые не подтвердят платежеспособность, к сожалению, они не смогут участвовать, но тем не менее они остаются в нашей очередности. И хотелось бы в дальнейшем для сведения населения нашим очередникам сказать, что буквально по окончанию работы по направлению жилья по линии ЖСБК Банка у нас начнется новый прием документов. Это по линии казахстанской ипотечной компании. Другая жилищная программа реализует арендное жилье с последующим выкупом. Насколько дорогостоящим будет съем квартир у государства, пока неизвестно. Но уже сейчас в коридорах сектора учета жилищного фонда представители социально уязвимых слоев населения возмущаются, что при распределении жилья о них думают в последнюю очередь. У меня трое детей, из них один ребенок инвалид, мужа нет. Я вынуждена сидеть дома для того, чтобы ухаживать за ребенком. По этой программе я, конечно, подам документы, если проценты будут низкие. Мне практически нечем платить за жилье. Думала, скоро получу квартиру по очереди. Стояла на 242 месте. А сейчас почему-то меня переместили на 2040 место. Почему они так делают? У меня ребенок инвалид. Я встала в очередь на получение жилья в 2007 году. И очередь за это время почти не продвинулась. За прошлый год она продвинулась на три человека. Если буду давать квартиры по новой программе, то буду участвовать. Но сомневаюсь, что докажу свою платежеспособность. Я снимаю квартиру, и все деньги уходят на нее. Лишних доходов у меня нет. Как говорят представители сектора учета жилищного фонда, если кто-то из очередников, подавших заявление по новой программе, не сможет подтвердить платежеспособность, то он может попытать счастье в программе арендного жилья или ждать своей очереди на квартиры из госфонда. Главное, по словам коммунальщиков, это свободный выбор для каждого. Плати или жди. Антон Пережогин, Канат Аспагамбетов, программа «Факт».